О посте Слово 5.916 Сегодня, возлюбленные, воздадим поклонение врачу. Вот предстоит пост, который, даруя спасение душ и телес, являет как бы чудесное воскресенье для того, чтобы мы, умастившись им, как бы маслом, приготовились к духовным подвигам. Молитва и пост занятий ангелов. Пост врата райские. Пост очищения грешников. Пост дерзновения к Богу, непорочность сердца, основание всех благ, дарованных нам Богом. Пост освящения души, здоровье телесное, безопасность дома, наставник юноши и хранитель детей, трезвенность старцев, украшения и скромность женщин. Когда же к молитве и посту присоединяются и милостыни, тогда подвязающийся в благочестие является богатому Бога, так как благотворяющий бедному дает взаимы Богу. Лишь ли, что Бог взялся поручителем за людей. Поэтому и пророк, укоряя иудеев за то, что они совершали пост не с полным усердием, говорит, не такого поста я избрал, говорит Господь, в который день человек смиряет душу свою. Какая в самом деле польза поститься на словах, а на деле совершать убийство? Какая польза воздерживаться от пищи и оскверняться блудом? Ты не ешь мясо, но зато терзаешь плоть брата своего. Какая прибыль в том, что не увеселяться вином и упиваться богатством? Какая польза не есть хлеба и опьяняться гневом? Какая прибыль изнурять себя постом и в то же время злословить ближнего? Какая польза воздерживаться от пищи и похищать чужое? Какая необходимость иссушать тело и не питать алчущих? Какая польза терзать член и не оказывать милости вдовам и сиротам? Какая выгода проводить время в созерцании и сокрушении, и в то же время не оказывать покровительство сиротам, удрученным несчастьями? Нет никакой пользы для людей в том, что они носят одно только название христиан. Они имеют за собой добрых дел, так как перед Богом не имеют значения внешние достоинства, но требуются дела. Ведь и Иуда был в числе апостолов, и вместе с прочими пользовался равной честью. Но, придавшись сребролюбии, принял удавление. Подобно тому и в настоящее время многие носят овечьи шкуру, а внутри являются хищными волками. Если ты хочешь поститься, то возненавидь серебролюбие. Оно великое зло. Ты постишься? В таком случае избегай прелюбодеяния, избегай блуда, избегай клеветы, избегай лжи, злословия, вражды, богохудрства и всякой суеты. Ты постишься? Избегай тогда любостяжания, хищения, раздора и губящей души зависти. Ты постишься? Избегай гнева, блуда, ревности, крятого преступления и всякой несправедливости. Ты постишься? Избегай объявления матери всякого нечестия, которое удаляет нас от самого Бога. Объявления, которое низвергает нас в пучину погибели. Если ты постишься ради Бога, то избегай всякого дела, которое ненавидит Бог, и Он примет твое покаяние с благосклонностью. Настоящее время – время покаяния, а не покоя. Покаяние же восстанавливает падшую душу, соделывает ее из отчиженной, дружественной Богу. Покаяние ободряет душу истерзанную, укрепляет колеблющуюся, исцеляет сокрушенную, делает здоровой уязвленную. Прибегнем же, братья, прибегнем к покаянию. Время каяться, а не предаваться роскоши и бездействию. Время сетывания и плача, а не надменности и гордости. Время исповеди, печали и воздыханий, а не беспечности и нерадения. Покаяние – помощница наша к достижению Царства Небесного входа в рай. Наслаждение вечным весельем, покаяние и избавление от грехов. Очищение бесчестия, покаяние – мать спасения. Ниспровержение дьявола, уничтожение пороков. Покаяние разрешает узы грехов. Спасает отчаявшиеся души, просвещает помраченных. Обращает к Богу отверженных. Призывает заблудших. Покаяние – отрада и утешение всех отчаянных. Покаяние – целебное и спасительное средство для всякой душевной и телесной немощи. Но возвратимся к предложенному. Ты постишься. Не презирай бедного. Постишься. Обрати внимание на слезы вдовы. Ты постишься. Одень нагого. Обрати внимание на несчастных сирот. Если имеешь возможность, то подавай милостыни. Если же нет, то по крайней мере не покищай чужого. Ты постишься. Удержи язык свой от зла и уста твоей от лукавых речей. И этого достаточно тебе для спасения. Ты постишься. Не принимай на себя мрачного лица, подобно лицемерам. Не кажись унылым. Напомажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед тем, кто испытывает сердца и утробы. Если будешь постишься, то постишься так, как повелел Христос, чтобы тебе не понести напрасных трудов и не погубить награды твои. Если ты станешь постишься, то смотри, не давай денег своих в рост. Ты постишься. Разорви рукописание насильственных договоров. Прости, чтобы и тебе получить прощение. Отпусти брата твоему оскорблению, нанесенное тебе, чтобы и тебе получить отпущение. Будь милостив, чтобы и самому заслужить помилование. Отпусти вину ближнему. Ты постишься. Умилостив того, кого ты обидел. Не завидуй никогда брату. Не питай никому ненависти. Ты постишься. Не предавайся тщеславию. Ты постишься. Избегай блуда, скверняющего нашу душу и тело. Блуда, удаляющего нас от Бога и от святых. Блуда, которая уготовляет для нас вечный и неугасимый огонь. Ты постишься. Не клевещи на бедного, чтобы не прогневать сотворившего его. Ты постишься. Питай алчущих, напой жаждущих, одень ногих, доставь покой странникам, спаси больных. Не оставь без внимания находящихся в темнице. Будь милосерд к изнуренным. Заботься о страждущих и скорбящих. Будь сострадателем, нежен, добр, кроток, нератворец. Будь долготерпелив, милостив, немспителен, неролюбив, богобоязлив, чтобы Бог благосклонно принял твой пост и даровал тебе пользу от этого поста, от покаяния твоего с великим прибавлением. Брат не в состоянии оказать нам никакой помощи в тот страшный день суда, а окажет ее покаяние и милостыне. Их-то умоляю вас, братья, и будем соблюдать со всевозможным тщанием, чтобы нам получить награду от Бога и услышать эти вожделенные слова, «Придите, благословенные отца моего, наследуйте уготованное вам царство от создания мира, ибо аукал я и дали мне есть, жаждал и напоили меня. Странен был, болен и нагий в темнице, и послужили мне». Да сподобимся же всем и услышать эти слова благодати, и человеколюбим Господа нашего Иисуса Христа, Которому подобает слава, честь и поклонение, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.